и тут остапа понесло слушайте такого количества комментариев и дизлайков как после прошлого видео у меня не было вот теперь давайте по взрослому надоело вокруг да около начинаем ты меня разочаровал лови отписку тебе до мальцева как до луны или вот еще реальной журналистикой такое назвать сложные бла-бла-бла дорогие карандаши главным образом обращаюсь сейчас к тем кто меня обхамил и типа отписался прекрасно знаю что вы меня сидите и смотрите сейчас поэтому очень хочу братья обратиться к вам прежде чем сыпать в комментариях глупостями попытайтесь включить голову решите для себя вы кто кто вы сектанты которые поклоняются новому башку или думающие люди ну подавляющее большинство из вас ведь думающими себя мне а я кстати был уверен что у меня в подписчиках люди думающие ну а я вам помогу определиться накидаю ряд аргументов итак это реальная журналистика тема сегодняшнего выпуска мальцев против путина со знаком вопроса поехали для начала о том что реальной журналистикой такое назвать сложно вы очень правильно обратили внимание что канал называется реальная журналистика он не называется путин козел он не называется во власти сидят лохи а парни от оппозиции большие молодцы нет он называется реальная журналистика то есть здесь я рассказываю о происходящем в том виде в котором она есть не хвалю мальцевых и ругая путин их или наоборот я не представляю тут пятую колонну если вы хотите послушать какой-то какое говно сидит в кремле вам не сюда есть специальный телеканал есть специальные радиостанции которые на это ориентированы там рассказывают о бесконечных подвигов навальных касьяновых мальцевых и о подлости путина медведева их же с ними у меня же другой концерт я стараюсь рассказывать о происходящем объективно вне зависимости от того нравится это кому-то или нет вот если обосралась единая россия я расскажу о том что она обосралась а если обосрался парнаст это не значит что я буду сидеть и молчать потому что вам это может не понравиться я тоже об этом расскажу именно потому что я тут журналистикой занимаются не в конкурсе мистера чарования участие принимаю кому непонятно до свидания отписывайтесь всем остальным попытаюсь аргументированно донести свою позицию в том числе и в отношении славы мальцева ну и начнем пожалуй вот с чего давайте сперва проанализируем кто такой слава мальцев откуда он взялся простой мужик из саратова видеоблогер сто тысячник который сделал себе имя на том что козлил в интернете путина призывая народ к революции это ведь он дату 5 11 17 придумал поправьте если я вру и что самое то смешное что ничего ему за это не было лада руси это безбашенная несколько раз пернула что-то в сторону путина сегодня в розыске ольга лиза писала критическое видео обращению к президенту причем у той ольги ли подписчиков как у меня ей до ста тысяч еще как до китая рака уголовное дело против гепки завели а у славы мальцева все ровно его никто не трогает и даже канал его не блокирует совершенно случайно выясняется что слава мальцев дружит с господином володином берите кто-нибудь в яндексе кто это один из главных идеологов кремля ну это ж просто совпадение ничего больше точно такое же совпадение что славе мальцеву никто не мешает козлить путина в его подготовке я вообще для себя вижу единственную задачу это импичмент путину и следующие шаги это конечно отмена антиконституционных законов и естественно одной государственной думы мы ничего не решим нужно менять власть и мы об этом да больше скажу саратовского варенька славу мальцева зовут партию парас партию удачно регистрируют вообще без всяких проблем и слава там становится номер два причем сразу хакомаду в пар нас не взяли ружкова не взяли гудкова а блогер слава пригодился воистину фантастический карьерный взлет причем у партии роста в которую вошли хакомада и потапенко то и дело какие-то проблемы возникают недавно вот с выборов петрозаводский сняли после того как ирина муцловна решила туда съездить и выступить а пар наса нет проблем их везде зарегистрировали более того каждый оппозиционер жалуется на одно и то же нас не пускают в эфир на федеральные каналы я не знаю ни одного оппозиционера который бы на это не жаловался саратовского валенка славу мальцева пускают везде вот он на канале россия 1 например я не из московской тусовки поэтому я не знаю что это за мужчина который изволил мои слова назвать бредом да по поводу импичмента путину но получается ситуация такая как всегда да то есть виноваты бояре они плохие а царь замечательный да вот если царь не знает что творится в стране то такого царя надо в дурдом сажать если он знает и мешает этого и помогло и не мешает этому его надо сажать в тюрьму вот человек пришел на радио маяк дебатировать жириновский меня блин дальше этих ступенек не пускают а славу да пожалуйста сколько вам пропусков надо сейчас вынесем причем человек ведь в эфире их федеральных сми продолжает гнуть свою линию продолжает козлить путина и никто ему дорогу в эфир не закрывает я долго думал почему и пришел к выводу потому что руководители федеральных каналов дураки они ведь не знают что слава мальцев по позиции они не смотрят youtube не смотрят эфир собственных каналов они просто дураки а еще в стране резко наступила демократия поэтому славу пускают везде да ну прежде всего надо оценку дать той политики которые сейчас проводятся в отношении материнства и детства то есть хотелось бы поставить ноль но не получается та политика которая проводится это минус и огромный минус и в общем-то мои слова подтверждают наверное матери беслана которые вчера вышли и у них на майках было написано путин палач беслана это их оценка отношение президента и отношение власти к проблемам материнства и детства причем обратите внимание ходит-то по эфирам федеральных мини-лидер партии по нас это то так и шоркается по мелким теле и радиокомпаниям тоже наверное потому что дурак а вот саратовский валенок слава он умный его везде с распростертыми кстати в прошлом выпуске обвинил славу в популизме чем вызвал шквал недовольство со стороны своих зрителей вот вам пожалуйста мнение товарищей по партии мальцева еще раз хочу сказать мальцев никакой не антисемит да он допускаю стилистик до сих пор он блогер ведет автор сколько я веду автор трижды депутат вице-спикер саратовской областной думы опытный политик именно сейчас он вошел в популизм сейчас он ведет в избирательную кампанию должен уменьшить свой популизм обычного дня и оставить популизм допустимый в период избирательной компании я вчера с ним я еще немного много с ними разговаривал вчера я с ним после съезда разговаривал и естественно во первых он подписал все необходимые бумаги документы обязательства перед партией а то что он будет соблюдать я рассчитываю надеюсь что он будет это исполнять ребят я могу продолжать это еще долго но просто советую вам включить головы сложить 3 плюс 2 просто задумайтесь что происходит как такое может быть когда за несколько месяцев из реального саратовского валенка сделали фигуру федерального масштаба причем оппозиционера номер один стране как такое может быть что человек козлит самого главного ему даже штрафа за это не выписали более того пускают федеральный эфир и он там продолжает делать то же самое козлить царя вы видели в эфире федеральных сми других оппозиционеров хакамаду потапенко гудкова яшина удальцова кого-нибудь из них вы там видели в эфире в смысле они про путина мягче высказываются чем тот же мальцев к чему бы это я вот тут знаете ехал на днях мимо кремля и он аж ходуном ходит трясутся там все боятся мальцева вот пускают его кругом потому что боятся а такой степан разин новый нарисовался хрен сада сотрешь вот подумайте об этом на досуге это была реальная журналистика сегодня вот так подписывайтесь на канал то еще не успел отписывайтесь те кто всех так заходите ко мне в гости в соцсети по ссылкам в описании к видео добавляйтесь в друзья и предлагайте тема у меня на этом все пока пока